И всем багагашчик, друзья и гости моего канала! Всем море приветов! Нептун здесь! А рубрика Инди-ужастики. Значит, сегодня будет Репортер 2. Первую часть мы проходили. Вот наверху, посмотрите, вот наверх. Там по сказочкам можете посмотреть, кто еще не видел мое прохождение первой части Репортера. Это игрушка от нашего Инди-разработчика. То есть здесь есть русский язык. В общем, все очень круто. Так вот, вышел Репортер 2. Вышел он относительно давно. Ну, и меня также давно просили его пройти. Но, опять же, я немножко запоздался. Но, тем не менее, мы все равно его сегодня начнем проходить. И Репортер 2 полностью продолжает сюжет первой части. Но, опять же, повторюсь, кто не смотрел первую часть, можете ее на моем канале посмотреть. А мы начинаем наше расследование. Погнали! Загрузочка! Идет дождь! Меня ждут еще более лютые кошмары. Кстати, здесь, говорят, очень классная графика. А, это та жуткая кассета, помните? В первой части мы нашли кассету. И душа девочки была с этой кассетой связана. Это как будто, знаете, звонок. То есть, тот, кто посмотрит кассету эту жуткую, умрет через 7 дней. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok На самом деле, я не очень хорошо помню, что было в первой части. Я ее очень давно проходил. Но я помню, что там мы находили эту кассету. Черт! Снова этот кошмар, который не дает мне покоя. Скорее бы уже позвонил Стас. Он должен разузнать. Так, а это, видимо, он, да? Эй, всего это он. Нужно снять трубку. Нужно снять трубку. Вау. Вот это графика. Нет, реально, друзья, смотрите, для мобильных платформ, для телефона это весьма-весьма неплоше. Вот как будто реально фотография, да? Вот так вот зафоткаешь, и, допустим, кому-нибудь покаешь на телефоне или, ну, скриншот отправишь. Типа, смотри, какой диванчик себе прикупил новый. Он такой, чувак тебе говорит, да, классный диван, а ты говоришь, ха, это кадр из игры. Ты даже не отличил. Очень красиво. Нормальный такой телек. Куча книг. Ладно. Что можем делать? Мы можем бегать, можем... Нет, прыгать мы не можем. Мы можем приседать. Хата у меня... Друзья, хата у меня неплохая. Ну, возможно, это мой друг. Так, моя мобилка. А это что? Опять Навальный. Почему опять Навальный здесь? Хе-хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Это те же самые картинки, что были в первой части репортеры. Это те, кто посмотрел кассету. Все, кто посмотрел кассету, у них все фотографии как бы размыты водой. Вон моя камера. Так, ладно. Давайте ответим. Алло, Стас. Как же я рад тебя слышать. Узнал? Ну же, не томи я весь его внимания. Да, узнал, хотя это было нелегко. У меня не так много времени, чтобы тебе все подробно рассказать. Девочка, которую ты ищешь, пропала без вести в отеле «Золотой дельфин». Согласно одной из версий, я убил отчим, а по второй вышла прогуляться по территории, а то и лень не вернулась. Полиция штата не сильно-то и чесалась, чтобы найти истину в этой истории. А посему, как водится, состряпали обвинение на ее отчима, и дело с концом. Как следствие, он был приговорен к смертной казни и казнен через две недели на электрическом стуле. Очевидцы рассказали, что перед смертью он без конца твердил о том, что если ее не остановить, погибнет большое количество людей. Пока на этом все. Я думаю, тебе стоит наведаться в этот отель. Может, на месте получится пообщаться с персоналом и разузнать кое-какие подробности. Но не мне тебя учить, сам знаешь, не маленький. Чем смог, как говорится. Ясно. Ладно, Стас, спасибо тебе. Так, ну, вроде бы сюжет... Стой, камеру не забудь, а то в полиции из тебя быстро сделают сумасшедшего. Нужны доказательства. Хорошо, по возвращению свяжемся. Так, ну окей, камеру я нашел. Так, значит, отель... Охренеть, там чувака просто убили, ну, смертную казнь за непонятное, недоказанное убийство. Хе-хе-хе-хе. Короче, беру камеру. Видимо, батарейки запасные. Теперь можно выходить, нет? Не сюда. Значит, где-то отель. Там нагорел какой-то, типа, отель-дельфин. Отель-дельфин, помните, фильм ужасов по Стивену Кингу? 1408, что ли он назывался? Там тоже был отель-дельфин. Ну, погнали. Черт, меня ждут офигительные приключения. В этом, видимо, жутком отеле. И будут разворачиваться главные события этой игры. Ну, хорошо, что у меня, друг, есть такой хороший, который меня выручает. Так, день седьмой прибытия. А, то есть я семь дней сюда добирался? Видимо. Так. Тут явно, что не пройти. Отель-то не маленький. Опа! Это какого хрена там ходит? Что-то я сомневаюсь, что это... Милая девушка на ресепшене. Или какая-нибудь милая уборщица, да? Нет? Это какой-то гребаный маньяк. А какого хрена гребаный маньяк ходит на втором этаже? У него, по-моему, есть одна четкая задача. Убить меня. Поэтому нужно быть здесь крайне осторожным. Так, тихо, тихо. Ау, кто-нибудь есть дома? Воу! Привет. Девочка, погоди, погоди, погоди. Мне нужно заселиться в ном... В номер. А не так со всеми клиентами? Охранительное обслуживание. Так. Граммофон, золотой граммофон. Так, сумочка. Первое странное явление. Подозрительная девочка, которая испарилась прям на ходу. А вот и дельфинчики, видимо, да? Название это для себя оправдывает. Так. Заперто. Девочка испарилась где-то здесь. Возможно, это намек, что мне нужно топать именно сюда. Заперто. Причем, отмечу, друзья, что весьма неплохо здесь графика. Она, во-первых, красивая, во-вторых, ничего не лагает и не тормозит. Опа. Двадцать пять. Изображены часики. То есть двадцать пять. Может, нужно там типа стрелку двигать? У меня же, кстати, есть еще и блокнот. Записки. Прибытие. Так, кажется, я на месте. Медлить не стоит. Для начала необходимо снять номер в отеле. Затем пообщаться с персоналом. Надеюсь, хоть кто-то сможет объяснить, что это была за семья и зачем останавливались здесь. То есть я должен был найти... Видимо, здесь персонал. И чтобы они мне рассказали что-то о девочке. Это граммофон. Ой! Чего так пугаешь-то? Ты кто? Алло. Ты статуя? Или ты манекен? Надеюсь, ты манекен. Ты ж типа не живой? Ну кто-то завел же этот граммофон. Привет, чувак. Ты, надеюсь, не как в Слендер действуешь? Боже, он включил гребаный граммофон. Это печальная новость. Может, мне что-то нужно здесь найти? Типа какой-нибудь ключик от номера отеля какого-нибудь? Нет? Я же сам себя не заселю. Ладно, короче. Я пошел. Всем пока. О, что такое? Погоди. Листик. Или это неважный листик? Окей. Какая подозрительная статуя. Так. Минутка здесь. Опа, можно открыть? Так. Тарелочка. И что? Их типа можно трогать. Вращать. И все. А там что-то было... Там что-то было про часики. Может, нужно с часиками взаимодействовать, да? Вон еще какие-то двери есть. Будем надеяться, что здесь тоже открыты. Опа. О. Еще одна девочка. Погоди, погоди, погоди. Погоди. Не исчезай. Да фак. Да что ты исчезаешь-то? О, дождь пошел. Тут, кстати, темно. Где я могу использовать камеру, чтобы... Видеть темноте. Эй, погоди, погоди, погоди. А, я же думал, все, меня замуровали. Так, эффект камеры. Неплохо, неплохо. Вот часы тоже есть. Так, сюда тоже можно зайти. У меня, кстати, шесть батареек. Вот, да, часики тикают. Возможно, что... Да что... Что... Тихо, 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 тихо. Что за помехи? Так. Опа. Там было 25, а здесь 75. Возможно, это какой-то пароль. 25 и 75. Главное, не забыть его. Так, тут ничего. Да что... Тихо, тихо. Да твою мать, прекрати. Гребаные вспышки. И так напрягаете. И так страшно. Так, погнали, погнали. Где можно камеру пока выключить, да? Тут не так темно. Колокольчик. Значит, нужно, видимо, какой-то кодовый замок. О, а вот и он. Кодовый замок. Так. Давайте. Да подожди, не то. 25, 75. Нет? Может, наоборот? 75, 25. Так, 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 так. Да! Бинго, получилось. Там кто-то ры... Воу, ты кто? Хрена себе! Вставай! Да... Да ты что, спать-то завалился? Твою ж мать. Меня оглушил какой-то вурдалак. Видали у него какие-то прыщи на башке? Он напоминает толстякаец для Фудет. Давай, чувак, приходи в себя. Нам нужно сбежать. Нам нужно выжить в этом кошмаре. Тут еще какой-то голос девочки, видимо, да? Я слышу. Рядом. День седьмой. Дежавю. Что это, блин, мать твою, происходит здесь? У меня все плывет перед глазами. Так, что ты... Мне куда топать-то? Так, тут заперты. Тут, блин, что-то напоминающее аномалию. Как в сталкере каком-то. Жесть. Вот это вам и жуткий отель. О, медвежонок. Кролик, я помню тебя, чувак. У него на жопе есть пароль. Так, минутку. 6192, да? Странно, так спонтанно получилось. 6192. Такой же кролик был в первой части, кстати. Главное не забыть его. 6192, надо запомнить. 6192. Темно, 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 темно. Такие-то свечки. Свечки. 6192, правильно? Воу! Так. 6192, я... Да тихо вы, не падайте картиной. 6192. Опа. Кто-то и сарапал здесь картину. И что? Воу! Воу! Воу-воу-воу-воу-воу. Тихо-тихо-тихо. Я уронил картину, возможно... А-а-а! Я уронил картину, и двери открылись? А по-моему, это грибный коридор был в первой части. Я здесь был. Реально, в первой части было что-то подобное. Помню, вон эти грибные манекены, вон рукавище торчит. Так, ну-ка, врубаем нашу камеру. Здесь, по-моему, слегка темновато. Здрасте. Голый манекен, привет. У тебя очень красивые глаза. Так, тихо. Куда мы пойдем? Налево-направо? Давайте прямо, да. Черт. Я уже забыл пароль. 9261. Ну, там какое-то красное освещение. О, телефон. Можешь позвонить. О-о-о! Я помню это место. Это вот мы в первой части начали играть отсюда. Помните, наш герой проснулся где-то в туалете? Крючки. Какая-то жесть. Так это все было в отеле? Электрощиток. О! Так. Это отсюда. Опа. Каким-то макарным непонятным я вроде бы сделал. Хотя странно, потому что вроде бы я неправильно сделал. Но это сработало. А еще, друзья, там, по-моему, кто-то ходит в коридоре. Твою мать. Я совершенно не хочу выходить. Мне еще крючки эти напрягают. Видите? Кто-то ходит, блин, открывает двери. Ну, главное, что я завел рубильник. О! Ночное видение есть. Зашибись. Дежавю. Какая жуткая головная боль. Нужно собраться. Снова этот странный дом. Я бывал здесь раньше и надеялся, что никогда больше не вернусь. Видно, ошибался. Раз я снова здесь. Может, в прошлый раз пропустил что-то важное? Придется еще раз прочесать все. То есть, да, это место из первой части. Опа. Тихо, 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 тихо. Я знаю этого вурдалака. Надеюсь, он не повернется ко мне. Ну, он так ко мне жопой, как бы. Ну, типа, мордой. Черт, гребаный манекен прям напрягает. Ну, или так. Так вроде бы получше. Хотя, пофигу как. Главное, чтобы он меня не заметил. Мне нужно проскочить как-то. Мимо него, мимо всех этих лабиринтов. Так, вот здесь уже темновато. Ну, звуки жесть. Как будто, знаете, за мной кто-то идет. И полами скрипит. Так, чувак, ты запарил меня уже? Может, ты булками пошевелишь? Мне как бы нужно пройти. Так, он пошел налево. Может, мы направо пойдем? Блин, я не знаю, куда мне топать. Так, минутку. Здесь я был. Здесь я... Поронил картину. Окей. Значит, налево нам топать не нужно. Пойдем прямо. То есть, это мы по второму кругу пошли, правильно? И дальше мы пошли куда? По-моему, мы пошли прямо. Если я не аж... Нет, мы пошли налево. Да, вот красное свечение туда заходил. Так, вот, значит, мы не были здесь и здесь. Давайте сюда. Направо. Что-то где-то мы пропустили. Опа. Пароль. Так, я не помню пароль. Я реально, я забыл. 6192. Все, я сбегал. Вспомнил. 6192. Та-дам. Что это? А-а-а. Это отчим-то девочки. Помните, которого казнили на электростуле? Вот он. По сути. Типа его бренный дух здесь гуляет. Клетка, видимо, в которой его содержали. Что? Оу. Я, видимо, как-то подключился к его воспоминаниям. Или типа того. День седьмой. Наказание. Что за бред? Что-то очень странное со мной происходит. Я как будто перемещаюсь с чужими воспоминаниями. Может, и впрямь схожу с ума? Как бы нелепо это не звучало, но я должен... Нет, я просто обязан двигаться дальше. Ведь так, рано или поздно, я должен... Буду найти всему какое-то... Логическое объяс... Ну, объяснение, обоснование. Гребанная темнота. У меня камера-то есть? Опа. Хорошо. Так ты, а где? Куда я, блин, попал? Что-то какой-то бункер, что ли? Уйди, муха. Так, ладно. О! Тихо. Опять ты девчонка. Девчулька. А, по-моему, где-то здесь и закончилась как раз-таки первая часть. Или нет? Горящие двери. Зашибись, наверное, здесь так жить. Это тюрьма какая-то, по ходу, дело, да? Тюрьма строг... Ах, пустые коробки! Фак. Тюрьма строгого режима. Так, у меня батарейки скоро сдохнут, поэтому лучше, наверное, камеру вырубить пока. Итак, все неплохо видно. Лампы. Надеюсь, что мне ничего не нужно маленькое найти, черное, где-нибудь в этих комнатах, в этих палатах, блин. Я запарюсь? Тихо. Был как будто звук, знаете, как будто кто-то топал. Топал. Рядом. Тихо. Так, тут никого. Ага, и сюда можно зайти. Ну, ладно, начнем отсюда. Так, где моя камера? Давай, вырубай шарманку. Так, это какой-то подвал. Окей, заперты. Похоже, как будто я отсюда начал играть, да? Но нет, по идее, это другое место уже. Так. А здесь? Ага, подъем на второй этаж. Куча клеток. Оп, сюда тоже можно зайти. Эй, девочка. Девочка, ты здесь? Ну, вырубай камеру. Да ты издеваешься, говорю, вырубай камеру. Так, красная комната. Какие-то кнопочки. Знаете, здесь как будто можно было фотографии проявлять. Нет, ничего полезного я здесь не вижу. Ну, правда, куча рубильников. Опа. Их можно нажимать. Окей. Ну, вроде нажал. Только что я этим добился? Может, нужно в какой-то правильной последовательности их нажимать? Так. Лесенка куда-то. Черт, блин, тут лабиринты. Хрен знаешь, куда топать. Так, горящие двери. По-моему, где-то здесь я начал играть, да? Да. Где-то здесь я начал играть, понятно. Это горящие двери, я помню. Вот, я, по-моему, отсюда. Нет, не отсюда. Отсюда начал играть. Не отсюда. Черт. Я заплутал. Опа. Во-во-во-во-во-во. Вот тут тебя только здесь не хватало. То есть вы хотите сказать, что здесь еще какой-то будет вурдалак за мной бегать по этой тюрьме? Зашибись. О-о-о, зашибись. Заживем сейчас. Так, мне нужно на второй этаж, короче, потопать или в подвал. Погнали в подвал. Так, ты камеру доставай свою. Так, подвальное помещение. Что я должен здесь найти? Так, ладно, подвал заперт. Возможно, это воспоминания же этого чувака, которого казнили, да? То есть это, видимо, время, когда он был заперт в тюрьме? Возможно. Черт, мы все ближе и ближе. Как бы. Я пока не знаю, куда мне топать. Так, ладно. Мне нужно на второй этаж попасть. Самое главное, чтобы он меня не запер где-нибудь в этом. В тупике. Блин, я нихера не вижу. Откуда я пришел? Ну, камера давай, помогай мне. Откуда отсюда я, по-моему, пришел, да? Да, я вот, по-моему, пришел вот отсюда, до этой двери. Но она почему-то заперта. Твои мои, да, я пришел с той двери. Может, я рубильником что-то там, ну... наколдовал, не то. Допустим. Повернул все, как и было. Да, кстати, свет включился, видите? Точно, все было нормально. Какого хрена я там начал все трогать? Ладно. Появилось освещение, включил я рубильники, все нормально. Можно пройти дальше. Так, не смотрим на коробки, не смотрим на гребаные коробки. Да... О, боже. Теперь тут заперто. Тогда что мне делать? Так, короче, я немножко поломал голову, я понял, что нужно делать. Вот там вот те три рубильника. В общем, все правильно, нужно было их опустить все вниз. И чтобы эта дверь была заперта, да? Но при этом, ведь тюрьму можно было обойти и зайти сюда с другой стороны, вот здесь. Эта дверь всегда открыта. То есть, мы здесь блокируем двери. Как бы, ну, мешаем сюда поступать току. А значит, мешаем поступать току и на двери на втором этаже. То есть, теперь она должна быть, по идее, открыта. Короче, вы поняли. Да, вот я уже проверял, то есть, она открыта. Эврик, что у нас здесь? Что такое? О, опять-то гребаная игра. Ладно, сила монтажа мне сможет в этом помочь. Та-дам, пара-ра-па-па-пам. Даже особо монтаж не нужен был. С первой попытки все получилось. Я просто гений. Так, а что у меня здесь поджид... Что? Стул? И почему я пришел к этому гребаному стулу? Ты что, сейф есть? О, боже. Нужно на звук ориентироваться? Ага. Должен быть, типа, щелчок. Насколько я знаю, сейфы такие. Опа, первый щелчок. Теперь в другую сторону. О-о-о-о. Да, детка. Получилось. И настоящий взломщик. Так-так-так, там девочка. Там эта страшная, жуткая девочка с этой маленькой куклой. Плюшевой, этим зайчиком. Папа, папочка. За что мы сюда поступили с тобой? Они посчитали, что это я тебя убил. Представляешь? Я. Я говорил им, что не могу убить свою любимую дочь. Но мне не поверили. Олеса. Доченька моя. Куда ты пропала в тот вечер? Я тебя повсюду искал. Меня какой-то дядя позвал. Сказал, что покажет в комнату, где много игрушек. И я не смогу играть с ними, сколько захочу. А когда мы подошли к какой-то черной двери, я услышала странный шум за ней. Дядя сказал, что переживать не стоит. И мы зашли туда. А с утра стало так холодно. Потом неожиданно сильно заболела голова. И я потеряла сознание. А с утра потемнело. Потом ко мне подошла старушка и сообщила, что я должна вернуться обратно. И что сделать? Олеса. Доченька моя. О горе мне. Я потерял себе дитя моего. Что тебя просила сделать та женщина? Мне пора, отец. Не переживай. Они ответят за то, что сделали. Я уничтожу всех этих низменных созданий. И долго им осталось. Вот такое вот воспоминание. То есть отчим был ни при чем. Он ее любил и все такое прочее. Его казнили ни за что. А девочка набралась всей этой злости. Желание отомстить. И начала мстить людям. Вот такой вот видимо сюжет. А мне нужно как-то ее остановить. Или как-то ей помочь. Освободить ее душу. Возможно. Но тем не менее. На этом думаю, что первая серия закончена. Мы так немало поиграли. Непременно ждите продолжения этой игрушки. Я буду снимать дальше. И мы будем бояться вдвойне. Спасибо всем за внимание. Ставьте лайки. Поддержите мои видосики. Непременно вступайте в группу вконтакте. Мне ваша поддержка нужна, друзья. Ваше здоровье тоже очень важно. Поэтому берегите его. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok